Мэр Сочи сегодня стрелял в центре города. На курорте прошла презентация чемпионата мира по стрельбе из пневматического пистолета. Дачную амнистию планируют продлить до 2022 года. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сочи примет Кубок России по легкой атлетике. Соревнования пройдут в конце мая. Сейчас же сильнейшие атлеты страны на сборах в нашем городе. В Сочи презентовали чемпионат мира по практической стрельбе из пневматического пистолета. Турнир пройдет в Сочи в 2021 году. В музее спортивной славы города сегодня торжественно открыли стенд практической стрельбы, а в парке Ривьера открыли стрельбу. Мастер-класс провели члены сборной России по этому виду спорта. Утро в Сочи началось с флеш-моба навстречу чемпионату 2021. Решение о проведении очередного чемпионата мира в нашем городе было принято на генассамблее, которая объединяет 100 стран. За олимпийскую столицу проголосовали единогласно. Когда люди увидели наш презентационный ролик с красотами города, с его гостеприимством, с великолепно развитой инфраструктурой, с такими спортивными объектами, с безокоризненными чистыми набережными, скверами, парками, решение было однозначным. Чемпионату мира быть в Сочи. И в 2021 году, я надеюсь, что совместными усилиями, благодаря поддержке Анатолия Николаевича Пахомова и администрации, и краевой в том числе, мы справимся и примем более 50 стран. Девиз российских стрелков – скорость, мощность и точность. Исходя из этого, сочинские школьники решили придумать свой логотип чемпионата мира. Сегодня свои работы ребята презентовали в Музее спортивной славы, главе города и президенту Федерации практической стрельбы. У моего талисмана лицо лисы, потому что я считаю, что лисы, они проворны, хитры, они сразу находятся в цели. В общем, это те качества, которые должен иметь стрелок. Мы будем проводить игры в Сочи. И здесь есть зубры, и поэтому это, как сказать, животное Кавказского края. Зубры очень спокойные, они не нападают первые. Поэтому я решила выбрать зубры, потому что у него есть выдержка. Это орла. Я символизирую с меткостью. Ведь они так же, как и лисы, быстрые, но они так же логично мыслят. Если вдруг в Сочи откроется секция по пулевой стрельбе, я запишусь на нее, потому что я очень люблю пулевую стрельбу. Со своим желанием Наташа уже попала в цель. В Сочи будут открываться секции, тиры и мобильные установки, заявил сегодня глава Сочи. Каждое событие оставляет наследие. Наследие в виде спортивных сооружений, наследие в виде активности и мотивации нашей молодежи к занятию спортом. И мы видим, что нам дала Олимпиада, мы видим, что нам дал Чемпионат мира по футболу. Я уверен в том, что стрельба практически, она действительно нужна буквально каждому молодому человеку, каждому юноше, девушке. Презентация Чемпионата мира по экшн-эйр продолжилась в парке Ривьера. Здесь герой России, основатель отряда спецназначения «Витязь» высадил памятную магнолию. Сергей Лысюк и братство Краповых-Беретов популяризируют в стране практическую стрельбу. Эта дисциплина направлена не только на развитие здорового образа жизни, но и на военно-патриотическое воспитание молодежи. Когда мы проходили мимо, я увидел дерево, которое послодил ворошилов. До военный период было очень широко развито движение «Ворошиловский стрелок». И это символично, потому что уже с прошлого года мы возрождаем аналогичные движения. Посадив это дерево, мы принимаем эстафету от наших предков, защитников нашей Родины. И будем надеяться, что она будет символизировать того, что мы также готовы защищать Родину, как наши предки. Здесь же можно было познакомиться с членами сборной России по практической стрельбе, которые громко заявили о себе на чемпионате мира в прошлом году в Гонконге. Молодые спортсмены продемонстрировали не только свое мастерство, но и принципы безопасного обращения с оружием. Практическая стрельба мне нравится своей яркостью, динамичностью. Учит справляться в стрессовых ситуациях своими эмоциями. Этот спорт был уникален и остается уникален до сих пор, потому что он связан с оружием, но у нас все совершенно безопасно. Не напрягаться, сконцентрироваться, не целиться туда, куда не планируешь попасть. Цель одна – мишень стрелять быстро и точно. Если кто-то из сочинцев уже сегодня начнет заниматься практической стрельбой с пневматического пистолета, то через два года может попасть на чемпионат мира, который, напомню, пройдет в апреле 2021 года в Сочи. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К концу 2020 года долю малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок увеличат до 50%. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев в ходе пленарного совещания. О модернизации контрактной системы говорили в Краснодаре. Значительная часть бюджета расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только в прошлом году сумма по заключенным контрактам составила 148 миллиардов рублей. Однако в процесс госзакупок недостаточно вовлечен малый и средний бизнес. Доля МСП за прошлый год составила всего 32%. Я считаю, это не подходит, когда и цена разная, на один и тот же товар, и стоимость услуг разная, на один и тот же вид услуг. Мне кажется, даже если в рамках страны взять, примерно не такой будет диапазон, как у нас, он разбросанный между белой глиной и она. Да, единый должен быть орган, общие требования к прозрачности, к закупкам, к услугам, которые, конечно, должны отбираться на конкурсной основе. Ну тогда мы будем иметь какую-то систему. Если в это поверят представители малого и среднего бизнеса, что на самом деле мы готовы в рамках конкурса закупать, но не создавая препоны для чужих и давая зеленый свет для своих. Они, поверьте, начнут вкладывать в то, что мы сегодня на самом деле где-то, может быть, с точки зрения производств не имеем в нашем крае. И на самом деле объективно вынуждены закупать за пределами региона. И они явно здесь, наши внутренние инвесторы, эти производства создадут. Они поверят в то, что сегодня в глаз максимально прозрачный реально. Готовы закупать, еще раз подчеркиваю, не только по принципу своих, а просто прозрачно и честно. Венемин Кондратьев акцентировал внимание на вовлечении в процесс государственных закупок именно кубанских предпринимателей. В качестве примера губернатор привел ситуации, когда в конкурсе на закупку саженцев побеждают компании из соседних регионов. При том, что в крае работают два сильных питомника – Армавирский и Белореченский. Дайте полный мне анализ. Если вот сейчас, как Игорь Петрович говорит, меньше половины продукции нашей закупается государственными муниципальными заказчиками, а больше половины привезенная в крае, в случае мы сами себя запросто можем обеспечивать продукцией. Мы поддерживаем других, а своих загоняем в угол. И вот так вот по каждому посмотреть на минованию, либо продукции закупаемые, либо услуг. И все время мы в меньшей половине находимся. Коллеги, вот продукты питания точно у нас должны быть все свои. Сегодня у нас, я считаю, мощный агропромышленный комплекс, мощная переработка. И мы имеем все для того, чтобы продукты питания закупать у наших сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, у наших краевых. Все имеем сегодня возможности. Только почему не закупаем? Ну это качественный продукт, это полезный продукт, это продукт, который мы знаем. Мы знаем в лицо тех, кто его производит. Ну все имеем, понимаем, а вода в ходу так и не заходит. Проанализируйте, почему так? Я же за рыночный подход. Тогда в чем мы проигрываем? В чем? Почему? Участие местных предпринимателей в госзакупках – это стимул для развития бизнеса, для создания новых производств. В конечном счете, это и залог здоровой конкуренции в регионе, уверен губернатор. В Госдуму внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашененников. Он внес на рассмотрение Нижней палаты проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года – до 1 марта 2022 года. Крашененников, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что дачная амнистия действовала на протяжении 13 лет. Упрощенными правилами оформления своих прав воспользовались владельцы жилых домов, дач, садовых домов, бань и гаражей. За весь период действия было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 миллионов прав на объекты недвижимости. Но, несмотря на это, остается много людей, которые по факту являются владельцами, но не смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав. Было бы правильно защитить их права не только за счет продления срока, но и за счет вовлечения в амнистию других объектов, снижая финансовые издержки граждан, добавил Крашененников. Депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин принял участие в совещании по вопросу строительства современных мусороперерабатывающих заводов. Оно прошло 13 мая под председательством вице-премьера Дмитрия Казака. До сих пор в России практиковалось только захоронение бытовых отходов на полигонах ТБО, что не только грозит загрязнением окружающей среды, но и нарушает международное и российское экологическое право. Реорганизация отрасли обращения с отходами в Сочи давно назревшая проблема, поэтому вопрос о строительстве современного мусороперерабатывающего завода на территории курорта был инициирован депутатом Госдумы Константином Затулинным и поддержан руководством Сочи и Краснодарского края. В 2016 году мы успели вскочить на подножку уходящего поезда, потому что именно в этом году началась активная фаза реализации проекта «Чистая страна». Это проект строительства пяти заводов по переработке мусора Московской области и Республики Татарстан, осуществляемой головной организацией нашего ВПК, корпорацией Ростехнологии. Она специально для этого создала консорцию «Марте Инвест» вместе с фирмой «Хитачи», по чьей технологии, собственно, эти заводы и строятся. Несмотря на поддержку президента России и положительное заключение правительства Российской Федерации, решение вопроса о строительстве заводов в Сочи и Минводах оказалось затянуто. А все из-за расхождения между ведомствами, связанными с предоставлением инвесторам зеленого тарифа для компенсации их расходов на переработку мусора в электроэнергию. Однако дело сдвинулось с мертвой точки. Накануне депутат Госдумы Константин Затурин побывал на совещании председателя правительства России Дмитрия Казака, в ходе которого были сняты практически все препятствия и разногласия. Представители Краснодарского и Ставропольского краев высказались в поддержку проекта, который представляется безальтернативным. Дело это дорогое и трудно ожидать, что бюджет Сочи или бюджет Краснодарского края способен будет в одиночку справиться с такого рода проектом. То, что привлекает в варианте, который мы увидели, это то, что все строительство ведется на привлеченные инвестиционные средства. То есть из бюджета города или бюджета края непосредственного строительства завода ничего не должно быть ассигновано. А стоимость этого завода от 22 до 25 миллиардов рублей. На заводе в Сочи будет осуществляться не только переработка мусора в зеленую энергию, но и экологически безопасная утилизация отходов. Так, вместо 550 тысяч тонн отходов мусороперерабатывающий завод в Сочи сможет произвести 55 мегаватт электроэнергии, которая затем будет поставляться оптовым энергопотребителям по зеленому тарифу. Последние согласования должны быть завершены к 3 июня, что откроет возможность для проведения в сентябре конкурса на скорректированных в поддержку проекта условиях. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 15 мая в Сочи переменная облачность, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем 21-23 градуса выше нуля. Компания «Соуд» приглашает на международный форум пивоваров в Сочи. Более 250 компаний из 40 стран с 21 по 23 мая. Место встречи – гранд-отель «Жемчужина». И продолжаем. Патриотическое воспитание подрастающего поколения Венемин Кондратьев обсудил с ветеранами Великой Отечественной войны. Уже традиционно в Краснодарском выставочном зале боевой славы губернатор встретился с фронтовиками и молодежным активом. Говорили о том, как не дать изменить героическую историю и о том, что уже сделано для ее сохранения. Везде, начиная от Новороссийской и Кончайзовской моря, везде можно найти следы войны. Этот путь он прошел сначала на войне, а потом уже в составе поисковых отрядов, сменив оружие на лопату и металлоискатель. Так Олег Васильевич Бредихин, освободитель Кубани, помог добровольцам восстановить десятки имен боевых товарищей и придать их земле. Сегодня он уже не выезжает на места сражения, а делится своей историей с подрастающим поколением, например, на уроках мужества. Или вот так просто к нему можно подойти и узнать всю правду о войне из первых уст. Людей, которые это видели своими глазами и знают это точно, как и что и где это было, почти нет. А некоторые люди на выдумке очень падки. И много таких вариантов, которых не было и не могло быть. С фронтовиками губернатор встретился в Краснодарском выставочном зале боевой славы. Они знают о войне не из книг. Они реальные герои тех трагических страниц истории. Так описаны на картинах сцены прощания или привала, будто воспоминания из их военного прошлого, о котором ветераны сегодня рассказывают молодежи. В основном говорили о том, как передать молодому поколению ту священную преданность родине и нравственную силу. И главное, не дать изменить героическую историю, которую сегодня нередко пытаются исказить. Если три года назад вахту памяти у мемориалов и вечного огня по всему региону несли всего 2500 школьников и студентов, то сегодня их уже 13 тысяч. Также на Кубани каждой второй школе присвоено имя героев-защитников Отечества. А 90% учебных заведений имеют классы, которые также носят имена героев. Но подрастающее поколение должно расти на подлинных фактах войны, напоминает Вениамин Кондратьев. И здесь должен быть неформальный подход. Здесь не может быть формализма. Не может прийти классный руководитель в класс сказать, что ребята, а теперь наш класс будет носить имя такого-то героя Советского Союза, либо России. Либо просто человека, который совершил героический поступок. Они должны бороться за это имя. Они должны знать его биографию и на самом деле, что, какой подвиг он совершил. При каких обстоятельствах он совершил этот подвиг. Еще раз подчеркиваю, бороться должны ребята за это имя. Вот они должны проникнуться. Мы должны молодежь сделать своими сторонниками, убежденными сторонниками, патриотично настроенными к своей стране, к своему народу. А самое главное, друзья, результат нужен. Не деятельность наша активная, она, конечно, сама собой, но она должна увенчаться результатом. А результат это поколение, которое сегодня ходит в школы, в разные классы. Но это наше сегодня и наше завтра. Кроме того, в школах будут созданы собственные музеи или уголки боевой славы, чтобы через историю своих земляков дети смогли узнать что-то новое о войне, о судьбах и характерах людей, которые жили в те далекие и такие нелегкие годы. Уголок славы боевой должен быть 100%. И не просто фотографии героев взять, какие нашли в средствах массовой информации, а желательно из своего района, из своего края. Но максимально уж приближенный к той местности, где находится эта школа. Потому что, вы понимаете, какое сознание будет у мальчишки, если он будет понимать, что этот герой ходил по этим улицам. Это и есть реальное погружение, даже не обучение, как на уроке истории, а погружение подростка в историю своей страны. Если мы его не погрузим в свою историю, если он не будет знать историю своей страны, героическую историю, не дай бог, он будет знать тогда другую, чужую, кем-то придуманную неправду о своей стране ложь. И думать, что это правда. Вот почему мы сегодня не можем, не имеем права мешкать. Воспитывать патриотизм и уважение к старшему поколению нужно с детства. Ведь именно от этого зависит будущее Кубани и будущее целой страны. Война продолжается. Только сейчас эта линия фронта, наш рубеж обороны, а может быть даже и атаки, проходит через каждую парту, через каждую школу, через каждую голову молодого человека. И мы, наши идеи, должны занять там определенные позиции. Ветераны рассказали губернатору, что с удовольствием посещают классные часы уроки мужества в школах. Молодежь интересуется их военными историями и подолгу не отпускает фронтовиков. По мнению главы региона, встречи со школьниками и студентами должны быть на систематической основе, не только от праздника к празднику. Дети должны знать уже в самых ранних лет, почему мы носим гербельскую ленту у сердца и в честь каких героев названы улицы в крае. Мальчишка, это был третий класс, с девочкой подходит и говорит «Светка, а вот моя фамилия, а почему она здесь?» Я подхожу и говорю «А вот ты сегодня придешь и спроси у мамы, а почему фамилия твоя?» Она золотыми буквами высечена здесь. И, наверное, мама достанет старый фотоальбом и расскажет, что у тебя был прадед или дед или родственник, который для тебя завоевал вот эту жизнь. Позвольте мне встать и низко вам поклониться. Спасибо вам. Живых свидетелей истории с каждым годом становится все меньше. От этого хочется запомнить каждую деталь. Ведь кто, как не они, расскажут, как ковалась долгожданная победа. Сегодняшняя молодежь должна понимать, что они – потомки великого поколения, которое отстояло право на мирную жизнь. Мы должны рассказывать детям, как добывалась победа и как надо ценить мир, который мы завоевали. Когда мой внук идет в бессмертном полку, он несет четыре портрета. Четыре члена нашей семьи отдали свои жизни за эту победу. Наши отцы, матери, деды, прадеды не разделяли свою судьбу, судьбу своего отечества. Не разделяли. Поэтому, наверное, мы с вами сегодня живем. В разговоре с главой региона ветераны не только вспоминали истории, но и говорили о том, что сегодня происходит в крае. Олег Бредихин обратился к губернатору за поддержкой. Музей, который находится в одной из школ около сопки героев в Крымском районе, сегодня почему-то забыт молодым поколением. Хотя там расположены уникальные экспонаты и здания военных лет. Глава региона поручил восстановить музей и открыть его для школьных экскурсий. Это не уголок славы, а самый настоящий музей. Этот музей знали. И ход туда был свободный. И людей туда ходило много. После посещения сопки героев шли в этот музей. Олег Васильевич, вам спасибо, что вы вопросы подняли. Знаете, музей же нужен не мертвым. Музей нужен живым. И он должен жить, музей. А жить он будет тогда, когда там будет на самом деле, и неважно сколько лет, и молодежь, и старый млад приходить в этот музей. Давайте, я думаю, что эту ситуацию мы поправим. Поэтому здесь и Анна Алексеевна, да, 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 и Алексей Сергеевич. То есть вы сделаете этот музей живым музеем. Кроме ветеранов, на эту встречу были приглашены активисты молодежных и поисковых движений, а также курсанты военных училищ. Для них представители героического поколения – это пример единства народа и служения Отечеству. Курсант высшего военного училища имени Штеменко Владислав Щукин с трудом подбирает слова. Ведь за этим обращением к ветеранам стоит больше, чем просто благодарность. Наши прадеды не только воевали, побеждали, но они после войны сумели поднять нашу родину, нашу страну заново. Спасибо вам большое. Мы перед вами в долгу. Глава региона поблагодарил ветеранов за активное участие в общественной жизни Кубани. Ведь они помогают не только в вопросах воспитания молодежи, но и в управлении краем. Активисты ветеранских организаций – первые помощники в районах. В некоторых районах представители совета ветеранов стали советниками и помощниками глав района. Вот почему эту практику не распространить на все районы? Я считаю, это сделать нужно. И тогда оплёнными подсказками, советами, ощущением, что нужно ещё сделать для патриотического воспитания в районе, для молодёжи. В том числе на оплённые идеи. И поэтому, Алексей Сергеевич, давайте сделаем, чтобы представители совета ветеранов в каждом районе стали помощниками глав и районов, и тех территориальных образований, и тех поселений, где существуют советы ветеранов. И это обязательно. После встречи губернатор вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику героям Советского Союза, которые погибли, защищая рубежи Родины в годы Великой Отечественной. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Шапошникова 95. Одним из главных торжественных мероприятий стало открытие памятника Зубру. Сохранением этого исчезающего вида долгие годы занимаются сотрудники особой природной территории. Вы открываем первый памятник главного Зубру кавказского заповедника А. Благодарю и святую! Церемония была торжественной, ведь это памятник в виду животных, который удалось сохранить. Сейчас зоологи с уверенностью могут утверждать, популяция Зубра некогда почти истребленного на Кавказе восстановлена. И ей уже ничто не может угрожать. Мне очень приятно, что в 95 лет мы стрижаем с больными достижениями. Я не хочу говорить только о нашем Зубре, которому было в 90-е годы, он был на грани исчезновения, было 135 голов. Всего осталось после Советского Союза, когда их было в 1926-м, 1340. И когда покойный немцев зам. Пануки говорил, что популяция исчезнет, если будет меньше 160 голов, на сегодняшний день у нас 1150 Зубров. Заповедник – один из старейших в России. Его площадь около 300 тысяч гектаров. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По разнообразию, флоры и фауны от особо охраняемой территории не имеют равных среди подобных горных районов Европы и Азии. Здесь обитают около тысячи видов животных, птиц, млекопитающих. Часть обитателей заповедника представлена в вольерном комплексе «Лаура», который был открыт в 2004 году. Не менее интересен растительный мир этой особо охраняемой территории. Здесь произрастает более трех тысяч видов растений. Каждый пятый из них – эндемичное, либо реликтовое. Но часть реликтовых растений в 21 веке заповедник потерял. Почти весь самшит уничтожили вредители. Бабочку-огневку завезли с посадочным материалом в период подготовки города к Олимпийским играм. А использовать химикаты в борьбе с насекомыми на особо охраняемой территории запрещено. Сейчас совместная работа с заповедником. В первую очередь, это борьба с вредителями, которые были завезены еще до проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. Получили свое распространение, потому что они не были в списке инвазивных видов. На сегодня очень плотная работа идет и в ЗАГС-собрании, и в администрации Краснодарского края совместно с заповедником и национальным парком, каким образом остановить это движение, сохранить флору нашего заповедника и Кавказских гор. Через территорию заповедника проходит 11 официально утвержденных туристических маршрутов. Один из самых популярных – так называемая «тридцатка» от Плата Лаганаки до Дагамыса. Он был проложен еще в советское время. Сейчас название изменили, это «Эколого-туристический маршрут номер один». Но создавать новые тропы на территории заповедника не спешат. Мы готовы будем открывать некоторые территории, которые не являются заповедными, для того, чтобы наши люди и население нашей страны могли ближе познакомиться с природой родного края, либо с природой нашей России целиком. Поэтому мы нацелены в любом случае на развитие экологического просвещения, на развитие экологического туризма, но это будем делать очень осторожно, для того, чтобы не навредить нашей природе. Потому что все-таки нашей основной задачей является сохранение достояния природного и передача его нашим будущим поколениям. Среди ближайших планов – организация фотоохоты для иностранных туристов и выездных семинаров для студентов зарубежных вузов. Такие научные группы часто посещали Кавказский заповедник во времена Советского Союза. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет Кубок России по легкой атлетике. Соревнования пройдут в конце мая. Сейчас сильнейшие атлеты страны находятся в Сочи на сборах. Тренировки на побережье проводят чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. У нас традиционно проходят сборы в Сочи и в Адлере. Это наши испытанные хорошие места. Это октябрь, ноябрь, иногда декабрь. И март, апрель, май – это Сочи. Сейчас проходят у нас два сбора. Основной сбор – команда, 50 человек. И юниорская команда, юниорские ребята, до 20 лет – 20 человек. И все они готовятся к соревнованиям, которые учреждены календарем на этот год. Сезон долгий, надо готовиться к духе. Мы верим, надеемся, что мы туда попадем. Люди уже некоторые попали. Сборы в Сочи будут проходить до 26 мая. Сразу после стартует Кубок России по легкой атлетике. Турнир пройдет на двух площадках. На центральном стадионе Югспорта состоятся забеги на различные дистанции, эстафеты, прыжки в длину и в высоту. В Адлере на стадионе Юность спортсмены разыграют медали Кубка страны по метанию молота, диска, ядра и копья. Поболеть за лучших атлетов страны сочинцы смогут абсолютно бесплатно. Завершится Кубок 29 мая. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...